Илья Соломенный Глава первая Даже несмотря на то, что я помнил тот ночной разговор с неизвестным, в глубине души все же боялся, что это всего лишь галлюцинация или развод каменщиков, мечтающих посмотреть на мои действия в непредвиденной ситуации. Кто знает, что у этих магов в головах. Я уже успел убедиться, что между ними и простаками огромная ментальная пропасть. Колдуны мыслили совершенно другими категориями, хоть и всячески делали вид, что они не отличаются от обычных людей. Тем не менее, когда за мной пришли, я был готов. К чему? К чему угодно, пожалуй, от дерзкого нападения на конвоиров до природного катаклизма. Тем удивительнее и горше стало, когда мы без проблем преодолели на вертолете весь путь от тюрьмы до того места, куда меня привозили в прошлый раз. Я снова узнал его по запаху хвои. Вот только теперь никто не собирался вести со мной светских бесед. Вместо помещения, в которое меня привели в прошлый раз, сегодня я оказался в стерильно чистой и довольно просторной лаборатории. Куча медицинского оборудования здесь соседствовала не с самыми типичными для такого помещения вещами. Огромным медным гонгом, например, или кристаллами с помощью проводов, подключенных к современным компьютерам. На этот раз тут не было Джонатана Нобла. Мною занимался какой-то непонятный хлыщ в докторском халате с лицом спрятанным под маской. Он что, думает заразиться от меня вирусом прыгуна? Идиот! Шутка получилась так себе, но винить себя за это я не собирался. Был на взводе, и, как оказалось, не зря. Пришлось проторчать в этой чертовой лаборатории почти целые сутки. Меня совали в три разные камеры, прогоняли через мощные магические поля, снимали показатели, пичкали энергией своего истока, отвратительной дрянью на вкус, если позволите. Снова снимали показания, и все повторялось сначала. Со мной никто не разговаривал, а все манипуляции с телом помогал проворачивать один из четырех охранников, постоянно находящихся рядом. При общем учете охраны я вообще не представлял, «Как меня можно вытащить из таких цепких лап?» Очевидно, что американцы всерьез решили отгадать загадку телепортации, и теперь мечтали вытащить из меня все то, чего я даже сам не знаю. После двадцати с лишним часов опытов в зал вошел Нобл. Ознакомившись с массой данных, он о чем-то переговорил с доктором и велел охране оставить меня в небольшой комнатке, а затем вошел туда сам. «Ну что, мистер Снегирев, как ваше самочувствие?» «Отвратительно. Худших тюрем я в жизни не видел. Меня вообще будут кормить?» Джонатан усмехнулся. «Моя практика показывает, что сытый заключенный чаще думает о побеге. Думаю, вы вполне обойдетесь порцией физраствора через пару часов. У меня и есть к вам пара вопросов. «Идите к черту!» «Мы ведь уже проходили это!» поднял бровь глава тайной службы. «Неужели думаете, что я не смогу развязать вам язык?» Я промолчал. «Доктор говорит, что не может снять с вас этот браслет. Что это?» «Не знаете?» усмехнулся я. «Не так уж и хорошо работаете, получается». На этот раз я задыхался очень долго. Несколько минут, судя по ощущениям. Видимо, чертов старик оставил такой поток воздуха, чтобы я мог находиться в сознании, но испытывать при этом страшные муки. «Мне повторить вопрос?» Невозмутимо спросил он. «Это блокиратор!» Прохрепел я, облокачиваясь на стол. «Закрывает ауру и блокирует способности, если нужно спрятаться от магического поиска». «Но почему его нельзя снять?» «Спросите это у моего великого магистра». «Какие еще эффекты имеет это украшение?» «Да пошел ты!» Я сплюнул прямо на пол и отказался отвечать только для того, чтобы позлить этого старика, прекрасно понимая, убивать меня сейчас он не станет. Видимо, Нобул тоже понял, что теперь, после смерти Арины, его рычаги давления оказались ограничены. И тем не менее, он мерзко улыбнулся. «Полагаю, это нечто вроде следящего устройства?» Всполохи энергопотоков ощущаются даже через метеоритное железо. «Узнаю руку Разумовского». «Думайте, что хотите», фыркнул я, откидываясь на спинку стула. «Вас не заботит, что, зная о том, что вы в плену, он не делает попыток освободить вас?» Я ничего не ответил и не показал, что вопрос Джонатана попал в цель. «Заботит? И еще как! Я сделал то, что мне велели, а в благодарность получил? Ничего, меня оставили в плену, а учитывая, что меня уже дважды выводили из тюрьмы и привозили сюда, где бы это здесь не находилось, Разумовский наверняка имел представление, где я нахожусь. Не мог не знать, если американцы не блокировали браслет. А они этого точно не делали, иначе бы Ноббл сейчас не спрашивал об этом. Тварь! «Вы всерьез рассчитываете отсюда выбраться? После того, что натворили?» «Идите к черту!» — повторил я. «Знаете, мы ведь можем договориться, Кирилл. Вы поможете мне, а я вам. Расскажите о том, как вас умудрялись так долго скрывать. Расскажите, что на самом деле планирует делать Разумовский. Расскажите, где прячутся ваши сообщники. А в обмен на это я сделаю ваше заключение куда приятнее. Еда, напитки, наркотики, алкоголь, девочки, мальчики. Новая комфортабельная камера. Мне достаточно только щелкнуть пальцами, и у вас будет все, что вы пожелаете. Кроме свободы. Вы, русские, придаете ей слишком большое значение», отмахнулся Джонатан. «Это забавно, ведь вы привыкли жить, сжатое железным кулаком своих правителей. И неважно, кто это, президент, царь, секретарь ЦК КПСС или великий магистр. Ну же, Кирилл, ваш клан вам уже не поможет. А я? А вы уже разок меня обманули. Так с чего бы мне верить вам сейчас? Я могу сделать так, что никакого наказания за убийство наших магов не последует. «Ну да», — рассмеялся я. «Вы в самом деле думаете, что я куплюсь на такое?» «А вы думаете, нам самим не нужен прыгун?» «Бросьте, Кирилл, мы деловые люди. Я вижу, что вы человек принципов, но это ваш единственный шанс остаться в живых. И шанс этот у меня в руках. Так что хорошенько подумайте, прежде чем в нашу следующую встречу откроете рот. Я могу поступиться выгодой вашего использования. И сделаю это, не задумываясь, если придется». Закончив наш разговор не на самой радужной ноте, Джонатан вызвал охрану и удалился, велев конвоирам отправить меня обратно в тюрьму. Если честно, я был только рад этому. Играть роль подопытной крысы меня уже слегка утомило. Вновь мешок на голову, вновь вертолет, вновь молчаливые конвоиры и ошейник, который с меня снимали только чтобы засунуть в аппарат магнитно-резонансной томографии. Правда, в этот раз мешок на голову надевать не стали. И это пусть немного, но помогло мне в последующих событиях. Заклинание, угодившее в вертолет, никто не успел заметить. Пожалуй, его эффект можно было сравнить с попаданием ракеты, с той лишь разницей, что колдовство не разметало железную конструкцию в клочья, ощутимо изменив курс, просто заморозило ее. What the fuck? Американцы такого явно не ожидали. Вертолет, закладывая спираль, стремительно терял высоту. Нас всех вжало в спинки сидений. Но даже несмотря на это, охрана не сводила с меня глаз. Исполнительные ребята, ничего не скажешь. К тому же, правильно поняли, кто виновник всего этого. Пилот пытался запустить двигатель, но безуспешно. Приготовься, ты должен будешь выпрыгнуть. Голос, раздавшийся в голове, прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул. Впрочем, в царящем хаосе падения это было незаметно. — Выпрыгнуть? — Ты что, больной? — попытался спросить я, но ответа не последовало. — Черт! В следующее мгновение дверь сорвала скреплений, и она закружилась в воздухе, оставшись где-то выше нас. — Неужели правда нужно прыгать? Какая здесь высота? — Ну же! Дернув закованными в наручники руками пряжку ремня, я одним движением сбросил с себя лямки и как пробка вылетел из падающего вертолета. В последний момент один из охранников умудрился схватить меня за ногу, но лишь снял с нее ботинок. Оглядеться я не успел. Со стороны, откуда мы прилетели, стремительно приближался огромный шар света. На невероятной скорости он врезался в меня и... Через секунду меня швырнуло на асфальт. Я кубарем прокатился по нему, обдирая ладони, колени и локти. Скорость была такой, что никакая одежда не смогла защитить от легких травм, но это было неважно. Остановившись, я застонал и попробовал встать. Все тело нещадно соднило, но, к счастью, переломов не наблюдалось. Не время стоять на месте, Кальн. Тебя вычислят через пару минут. Посмотри направо. Видишь квартал кирпичных зданий? Наконец, сфокусировав взгляд, я повернул голову в указанном направлении. Там действительно виднелись высотки. Мне туда? Да, быстрее. Оттуда ты сможешь перенестись. Упрашивать меня не потребовалось. Поковыляв вдоль небольшого забора, я вышел с пустыря, на который меня выкинул телепорт неизвестного. Да уж, повезло. На улицах, несмотря на ранний час, было полно людей. Проезжая часть забита автомобилями, стоящими в длиннющей пробке. Провираясь через людскую массу, я старался не терять из виду указанный ориентир. Несколько раз попытался дозваться неизвестного, но ничего не вышло. Что ж, ладно, пока повременим с вопросами. Тем более, что вскоре у меня в голове не осталось для них места. На одном из перекрестков я приметил группу людей, одетых во все одинаковое, и попытался скрыться в ближайшем проуке, но не вышло, меня заметили. Я побежал, так как смог, несмотря на усталость, отсутствующий ботинок и не самое мягкое приземление. Неудивительно, что мне не удалось завернуть даже за угол, когда в паре метров позади что-то с грохотом рвануло, а через секунду еще одно заклятие попало в стену, обдав меня каменной крошкой. Выбирайся из этого лабиринта. Я рванул вперед, надеясь успеть выскочить на заполненную людьми улицу до того, как меня сцапают. Удалось. Врезавшись в толпу, я отлетел от высоченного негра. Он и его дружки стояли возле фонарного столба и о чем-то оживленно спорили. Неожиданное вторжение в личное пространство их, судя по всему, смутило. Чернокожий, в которого я врезался, мигом сгробастал меня за грудки, развернул к своим товарищам и принялся что-то орать прямо в лицо. Возможно, это меня и спасло. Встав спиной к проуку, он тут же поймал обездвиживающее заклинание и рухнул, как подкошенный. Друзья с криком бросились к нему и тоже попали под раздачу. Мощный порыв воздуха раскидал их, но я уже перепрыгивал через капоты желтых такси, надеясь как можно скорее пересечь улицу. Похоже, американцы во что бы то ни стало решили меня поймать, не особо переживая за свою секретность. Следующий удар пришелся в автомобиль за моей спиной. Во все стороны брызнули стекла, раздался дикий крик, а я, пригибаясь, нырнул за припаркованный на обочине грузовик и нос к носу столкнулся с полицейским, тянущим руку к кобуре. «Хэндзап!» крикнул он, но я, не останавливаясь, оказался рядом раньше, чем он расчехлит оружие. Оттолкнув полного копа, изменил направление движения и не прогадал. Мощный телекинетический удар пришелся по толстяку и его отбросило на несколько метров. Тело полицейского пробило окно на первом этаже, вызвав панику у посетителей небольшой кофейни. На улице, надо заметить, тоже царила неразбериха. Люди бегали в разные стороны, водители бросали свои автомобили и стремились оказаться подальше от заварушки, причин которой не понимали. «Налево!» Я рванул в указанном направлении и снова едва успел уклониться. В мусорный бак, стоявший позади, угодило одно из заклинаний преследователей, отшвырнув тяжелую металлическую конструкцию на несколько десятков метров. Как же не хватает возможности прыгнуть, черт! В груди горел огонь. Свернув с улицы, я несся по грязному проулку, перескакивая через какой-то мусор, коробки, мешки. Черт его знает, сколько времени мне не доводилось есть, но чувствую, что надолго оставшихся сил не хватит. Надеюсь, неизвестный знает, что делает. Через 20 метров поверни направо в тупик, поднимайся по пожарной лестнице на третий этаж. Успеть бы, оказавшись в нужном месте, я, не замедляя хода, прыгнул и зацепился за первые ступеньки старой лестницы. Ледяной металл мгновенно обжег ладони, но я, не чувствуя этого, подтянулся, забрался чуть выше и перебросил себя через ограждение. Как раз в тот момент, когда в проулке показались колдуны каменщиков. Они на секунду замешкались, не понимая, куда я исчез, однако через мгновение один из них вскрикнул, заметив беглеца. Град магических ударов обрушился на здание. Часть лестницы тут же оплавилась и раскаленным жидким металлом пролилась в тупик. Стекла повылетали, из кирпичной стены выбило ощутимый участок. И посреди этого безумия я в последний момент успел врезаться в довольно крепкую, на первый взгляд, дверь. Она оказалась не заперта. Влетев в коридор, я не удержался на ногах и кубарем покатился по полу. Быстрее, кальн, в противоположном конце здания лестница на верхней этаже, тебе нужно на крышу. Встав на четвереньки, я застонал, сил оставалось совсем немного. Ну же, у тебя меньше минуты. Не удержавшись, я заорал, просто чтобы выплеснуть накопившуюся злость, а затем поднялся на ноги и побежал в указанном направлении. Меня догоняли и догоняли очень быстро. Крики преследователей слышались всего парой пролетов ниже, так что я попытался ускориться. Запинаясь, преодолел несколько этажей и когда упёрся в дверь, ведущую на крышу, понял, цель близко. Хорошенько ударив по ней ногой, я выбил хлипкую конструкцию и выскочил наружу. «Куда?» «Восточная часть здания, разбегайся и прыгай точно по центру!» «Ты нахрен шутишь?» Неизвестный ничего не ответил. Зато, несмотря на завывание ледяного ветра, я прекрасно услышал, как к выходу на крышу подбираются преследователи. «Ладно, уже нет смысла воротить носом, этот голос уже вытащил меня на свободу, не думаю, что он таким образом решил подшутить и посмотреть, как я разобьюсь об асфальт. Это была бы совершенно тупая шутка». Оскользнувшись на заледенелой поверхности, я побежал в указанном направлении, благо ранним утром выяснить, где находится восток, не составляло никакого труда. Десять метров, пять, позади раздались крики, и почти сразу после этого рядом со мной пролетел огненный шар. Снова крики, два метра, один! Молясь всем богам, каких только помнил, я с разбегу оттолкнулся от невысокого козырька и взмыл в воздух. В тот момент, когда это случилось, в меня все-таки попали. Рубиновая сеть, угодив в спину, разом стянулась и обездвижила все тело. Летя вниз, я думал, что это конец. Однако легкие колебания воздуха, неожиданно возникшие прямо подо мной, опровергли неприятную мысль. Яркая вспышка света, растянувшееся, изжавшееся пространство и... Я с размаху рухнул на что-то твердое, больно приложившись лицом. Нос неприятно хрустнул. Мать! Рубиновая сеть больше не удерживала меня, видимо, распалась во время перехода. Перевернувшись на спину, я с удивлением увидел знакомую люстру. Скосив взгляд, с облегчением обнаружил, что узнаю обстановку. Это была моя студия в химках. Глава вторая Глубоко вздохнув несколько раз, я перевернулся на спину и застонал. Все тело ломило. Усталость и тягучая, ноющая боль накатили на меня, но в то же время чувствовалось редкостное спокойствие. Можно передохнуть. Секунд тридцать я придавался этой мысли, а потом резко распахнул глаза. Передохнуть? Ну уж нет, это сейчас непозволительная роскошь. Стащив с ноги ботинок, я отшвырнул его к шкафу, поднялся и доковылял до холодильника. Жрать хотелось просто нестерпимо, так что я без лишних вопросов опрокинул в себя две банки консервов и запил их литром воды. Желудок благодарно заурчал, но ему очевидно этого было мало. К сожалению, на готовку времени не было. Переодевшись в синие джинсы, черный бомбер и длиннополую зимнюю куртку, я прошел мимо одинокого Найка и отыскал карты, немного налички, что еще нужно прихватить? Покрутив в руках Машин подарок, защитный кулон решил оставить его в квартире. Кто знает, может его можно отследить, мне светится ни к чему. Сейчас был идеальный момент, чтобы свалить из-под назойливой опеки, и я собирался им воспользоваться. Американцы, Разумовский, все они меня порядком достали, а тут еще выясняется, что владыка отправил следом за мной надзирателя. Нет, ему, конечно, спасибо, что вытащил, но он меня как-то нашел в тюрьме каменщиков, значит, найдет и в другом месте, где бы я ни был. Надо бы проверить. Эй, ты тут? Слышишь меня? Никакого ответа. Я не особо рассчитывал, но все же. Когда теперь ждать неожиданного визита? Ладно, с этим разберусь позже. Главное сейчас свалить как можно дальше. Была только одна маленькая проблема. Я не мог прыгать без энергии истока, а значит, нужно ее купить и желательно сделать это как можно быстрее и незаметнее, пока аналитики великого магистра не выяснят, что я в Москве. Браслет на руке словно почувствовал мои мысли и обжег кожу холодом. Чертова пиявка, что-то мне подсказывало, что в скором времени меня начнут искать. Не став запирать дверь, все равно ключей не было, я покинул квартиру и поспешил вниз по лестнице. Выйдя из подъезда, покрутил головой и, не заметив ничего подозрительного, направился через двор. Но в тот момент, когда добрался до арки, прорубленной в противоположном здании, на территорию влетел черный джип, остановившись всего в паре шагов от меня. Переднее окно опустилось и оттуда махнули рукой. Черт! Привет, прыгун! Смуглый Рамиль и его не менее смуглая сестрица снова за рулем. Привет, ребята! Спасибо, что забрали! Держи! Рамиль протянул мне телефон и ключи от квартиры. Это было ВТС! Разумовский велел передать! Едем к нему? Ага! В одиночку магам сейчас по городу бродить небезопасно, а ты, как вижу, вообще на нуле! Да, пустой! Есть батарейка! Я старался вести себя непринужденно. Теперь все зависит только от того, как я поговорю с главой клана. Не! Боевики молчали, и я не спешил трепаться. Очевидно, у них был четкий приказ доставить меня к великому магистру без лишних проволочек. Что ж, поддержим легенду! На этот раз мы поехали не в одно из отделений АТС, хотя и оказались недалеко от второго участка. Вместо этого посланные разумовским маги привезли меня в самый центр Москва-Сити, к башням город-столиц. Здесь, как я скоро узнал, теперь базировался оперативный штаб Разумовского, который лично курировал операцию по поимке твари из НАВИ. Скоростные лифты поднялись на самый верхний этаж, где нас встретила молчаливая вооруженная охрана, металлодетекторы и несколько дежурных магов, внимательно просканировавших меня. Что ж, по крайней мере, сейчас никто не стремился заковать меня в наручники. Это слегка обнадеживало. Рад, что ты цел, Разумовский встретил меня в отдельном стеклянном кабинете. В его взгляде я увидел пронзительный интерес в перемешку с удивлением и страхом. Я тоже рад. Все сантименты позже. Я думаю, ты понимаешь, что мы все удивлены твоим возвращением. Сначала расскажи, что там произошло. С того момента, как ты вернулся за Ариной, где она и как тебе удалось выбраться? Что говорить, я уже прекрасно знал. Врать не проблема, особенно, когда этот обман растворен в большом озере правды. Я вернулся за Ариной, да, но потери энергии на тот момент уже были большими. Я не успел выпить батарейку и нас оглушили. Да, держали в заточении. Допросы? Конечно, были. Парная? Нет, только поодиночке. Мы молчали до последнего. Я ничего не сказал о целях. Браслет был на руке. Я верил, что вы мне поможете. Арина? Она не выдержала на одном из допросов. Они знали, что я прыгун, да. Конечно, потому и цел. Прежде чем отрезать по куску, американцы решили меня исследовать. Да, описать процедуру и оборудование смогу. Нет, результатов не видел. Кто допрашивал? Джонатан Нобу. Нет, не знаю. Судя по всему, очень хотел, да. Предлагал, разумеется. Почему не согласился? Я хотел, это была бы отличная возможность попытаться вернуться. Но почти сразу после этого предложения на мой конвой напали. Я думал, это вы. Любопытно. Нет, ничего подобного. Мы не контактировали ни с кем, кроме агентов. Нет, на карте не покажу. Меня перевозили с мешком на голове. Два телепорта. Первый поймал меня у земли и выкинул в нескольких километрах от места нападения на конвой. Второй я почувствовал сразу после этого на крыше одного из зданий. Да, пришлось добираться самостоятельно. Меня быстро вычислили и напали прямо посреди улицы. Да, удалось оторваться, выпал из телепорта в химках. Думал, это вы настроили мне проход с помощью браслета. Мы говорили много часов. Разумовский переспрашивал, уточнял, позвал нескольких изрыгателей образов и заставил меня описывать все, что я запомнил. Это затянулось еще на какое-то время и лишь после того, как меня обследовали несколько магов, глава клана слегка успокоился. Я прекрасно его понимал и это помогло правильно настроиться на нужную роль. Разумовский сейчас оказался в сложной ситуации. С одной стороны, тварь из Нави, гуляющая по его городу, с другой, возможный конфликт с американцами. Я-то понимал, что те не станут выдвигать никаких обвинений. Доказательств у них нет, зато у детей Перуна в плену высокопоставленный каменщик, сотворивший запрещенный ритуал за спиной совета. Для меня идеальный расклад. В то же время нельзя было чувствовать себя в безопасности. Наверняка у магистра имеются определенные подозрения. Не только о том, что я в любой момент сделаю ноги, но и о том, что меня могли завербовать. Ни один умный человек не исключил бы такую возможность. Поэтому, пока я нахожусь под пристальным наблюдением Разумовского, буду делать все, что ему потребуется, ровно до того момента, пока у меня в руках не окажется достаточно энергии. И вот тогда прости-прощай, Москва, здравствуйте, жаркие края. Мы сидели в большом конференц-зале и доедали остывающий обед. Только сейчас, наконец, мне удалось спросить о том, что происходило в городе с момента моего последнего прыжка и поинтересоваться судьбой соклановцев, оставшихся в Америке. Эта тема послужила логическим завершением формирования той маски, что я придумал для Разумовского. Пока вас не было, обстановка в городе изменилась. Все настолько плохо. Приятного мало, маги стараются не выходить на улицы без крайней необходимости, наращивают защиту домов и квартир. За месяц произошло 26 нападений на членов клана, все со смертельным исходом. Эта тварь нападает и тут же исчезает, поэтому выследить ее не получалось довольно долгое время. Но благодаря тебе все изменилось. Что говорит мистер Смит? Его обследовали менталисты? Обследовали, конечно. А потом я лично его допросил и выяснил много интересного. Что-нибудь, что поможет совладать с этой мразью? Возможно, мистер Смит искренне уверен, что получил приказ организовать ячейку ренегатов и провести ритуал. И приказ этот исходил от некой эфемерной сущности. Звучит очень странно. Вероятно, это просто маскировка личности кукловода, стоящего за ним. Важно другое. Ритуал был направлен на вызов твари из Нави не просто так. И какова причина? Она ищет кое-кого, кто тоже связан с изнанкой. Вы уже знаете, кто это? Узнали совсем недавно. В скором времени мы примем меры по уничтожению твари. Операция пройдет через неделю и твоя помощь нам очень пригодится. Я пристально посмотрел на Разумовского. Надеюсь, он не рассчитывает, что я начну отказываться. Хорошо, но у меня есть еще кое-какие вопросы о прошлой операции, если позволите. Конечно, Кирилл. Глава клана дружелюбно улыбнулся и слегка расслабился. Арина и Настя погибли. Я сглотнул, вызвав нужную эмоцию. Но остальные рассеялись, что с ними? Четверых убили при преследовании, еще четверо вне зоны доступа, так сказать. Залегли на дно и пытаются выбраться с территории каменщиков. Наши агенты получили указание помочь, они стараются проверять явочные квартиры, но, сам понимаешь, после вашей операции там все на ушах стоят. С кем нет связи? Рус, Кот и Василий. Неделю назад с одноразового телефона нам дозвонилась Лариса и сообщила, что движется в сторону Мексики. Мы встретим ее там, если она доберется. Может быть, я проверю те точки эвакуации, о которых мы договаривались. Я продолжил играть дурака. Возможно, кто-то из ребят все это время выжидал поблизости, тем более, что у бойцов есть ваши браслеты. Исключено, отрезал Разумовский. Все браслеты неактивны, либо выведены из строя, либо отключены. Вы засветились и следы ваших аур могли сохранить. Если кто-нибудь из наших ребят попытается использовать магию и рядом окажется каменщик, ничего хорошего из этого не выйдет. Будем ждать, пока уцелевшие выйдут на связь и по возможности попробуем их отыскать. Но теперь это не твоя забота, Кирилл. Ты и так сделал больше, чем от тебя требовалось. Если бы я не предложил этот план... Не вини себя, это война, и тебе пришлось участвовать в боевой операции. А в них случается терять друзей или подчиненных. Это риск, Кирилл, на который мы идем, ради безопасности клана, понимаешь? Я кивнул. Мы сделаем все, чтобы вытащить ребят. Но нельзя просто взять и развязать полномасштабные боевые действия на территории врага из-за нескольких человек, уверяю тебя. Гораздо важнее сейчас, из-за чего мы все и затеяли, разобраться с тварью из Нави. Еще один кивок. Что ж, очень надеюсь, что глава клана купился на мой спектакль. Главное сейчас усыпить его бдительность. Что касается тебя, думаю, на какое-то время тебе лучше остаться здесь, под нашим присмотром. Закажешь доставку всего, что нужно. Пока мы не отправим сущность обратно за изнанку, тебе не стоит появляться в городе. Я же прыгун, всегда смогу уйти. И все же я бы предпочел не рисковать. Поверь, это ненадолго, ты чудом вернулся обратно к нам, и мне бы не хотелось рисковать понапрасну. Тон магистра не оставлял никаких сомнений в твердости намерений. Что ж, с его стороны это было умно, весьма умно. Подержать меня при себе, изолировав от самодеятельности и доступа к энергии, учитывая, что мне до сих пор не предложили батарейку, я прекрасно понимал, что этого не случится и впредь, по крайней мере, еще какое-то время. Но, кстати, о предложениях. А что насчет договора огня? Кажется, я выполнил свою часть сделки. Глава клана чуть поджал губы и кивнул. Верно. И что теперь? Пока я не выполню свои обязательства, договор в твоих руках. Интересно, искренне восхитился я. Вы мне так и не объяснили, как он работает. Может, просветить и сейчас? Разумовский непринужденно отмахнулся. Тебе ни к чему эти тонкости, там сам черт ногу сломит. Можем разобраться позже, если захочешь, когда будет больше свободного времени. Главное, у тебя есть мое слово, заверенное заклинанием. Я обещал тебе паргон, и я его достану. «Хорошо», согласился я, не решаясь давить на главу клана. «Это было бы очень несмотрительно с моей стороны. В таком случае давайте вернемся к сущности из Нави. Какой у нас план?» «Я обязательно изложу его, но не сейчас, а сразу всей команде. Кстати, познакомься, ее часть уже прибыла». Я повернулся. Разумовский указывал мне за спину. Там стояли несколько человек, вошедших в зал, пока мы говорили. Встав, глава клана направился к ним, и мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Японцы. Низинькая девчушка в коротком сером плаще с закрывающими наполовину лица черными волосами и катаной на бедре. Мускулистый гигант с огромным арбалетом и татуированным лицом. Худой и невзрачный мужчина с собранными в хвост волосами, в очках, половинках и строгом костюме, без пиджака, но в жилетке. «Эссенцы, но Сангеки из клана восходящего солнца», глава клана представил троицу. «Лучшие охотники на демонов в восточном полушарии, они помогут нам выследить сущность». Рад знакомству. Дождавшись ответных кивков, я оставил Разумовского и японцев, вернулся за стол и продолжил трапезу. Пока была отличная возможность набить желудок, нужно было этим пользоваться. Длительная голодовка выводила меня из равновесия и не позволяла трезво мыслить, так что требовалось избавиться от этой помехи. Не получив запрета на общение, я, тем не менее, не счел нужным написать Маше о своем возвращении. Кто знает, сколько я тут проторчу и сколько времени пройдет. Незачем беспокоить блондинку. Впрочем, вспомнил я о ней не из-за сентиментальных чувств. Гораздо важнее было то, что она рассказала мне первого января, и теперь я это вспомнил. Залогом договора огня являлись жизни заключивших его магов. Разумовский перестраховался, отправляя меня в Америку, но теперь сам стал заложником собственного слова. Кажется, я начал понимать, как это работает. Мы четко обговорили, что я должен помочь группе выйти на колдуна и при возможности помочь его похитить, что я и сделал, выполнив свою часть сделки. Таким образом, теперь Разумовскому не получится отвертеться. Ему придется предоставить мне паргон, если не хочет расстаться с жизнью. Иронично, жаль, что мы не уточнили конкретные сроки. Надо бы узнать побольше о форме таких договоров, может быть, удастся почерпнуть что-нибудь полезное. Вот только где? Ладно, и без этого было над чем подумать. Вы не предупреждали, что с нами будет работать отмеченный Акумой? Разумовский вздохнул. Это проблема? Если вы держите его на поводке, нет, но заплатить придется больше? Мы обговорим этот вопрос, поморщился магистр. Хирико Сан развалилась в кресле, закинув ногу на подлокотник и потягивала разноцветный коктейль из огромного бокала с зонтиком. Длинная челка практически полностью закрывала ее глаза и главе детей Перуна не очень нравилось, что он не видит глаз собеседника. По ним он обычно понимал, что ждать от того или иного человека. Вот Кирилл, к примеру, прирожденный обманщик. Все то, что он сегодня рассказал, подтверждало догадки и теории Разумовского и вполне походило на реальное положение вещей. Но был ряд нестыковок, которые не нравились магистру. Они вызывали вопрос, а не врет ли прыгун? Андрей полагал, что врет, но узнать, что именно скрывает парень, пока было нельзя. Надавишь слишком сильно, сломается, дашь волю, сбежит, да и некому было подтвердить или опровергнуть сказанное им. Арина мертва, Настя мертва. Можно было разве что поговорить с Ноблом, но эта мысль не вызывала у Разумовского ничего, кроме усмешки. Поэтому предводитель столичных магов решил придержать мальчишку при себе. Тем более, что информация, полученная от Кларка Смита, не позволяла усомниться. Тварь из Нави пришла выследить Кирилла. Именно на него был настроен резонанс заклятия ритуала. И теперь монстр из иного измерения рыскал по тем местам, где появлялся новоиспеченный пространственный маг. Разумеется, прыгунул совсем не обязательно сообщать об этом. Зачем проворачивать столь опасную и сложную схему, американец не сказал. Он утверждал, что не знает. Причин не верить ему не было, ведь остальное он выложил на блюдечке. Менталисты подтвердили каждое слово каменщика. Конечно, учитывая обстоятельства, его наверняка взяли под контроль. Вот только кто? И каким образом этот неизвестный связан с Кириллом? Не он ли помог бежать ему, соорудил порталы и перенес сюда? Но зачем? Эти вопросы всерьез волновали Разумовского, и, глядя в лицо прыгуна, он подозревал, что тот догадывается о некоторых его мыслях. Но в любом случае, сейчас все упиралось в тварь из Нави. Сколько магов вам потребуется? Немного, думаю, хватит и шестерых телекинетиков, способных удерживать силовые поля четвертого ранга. Думаете, этого будет достаточно? Магистр, моя семья выслеживает демонов изнанки сотни лет, мы знаем, чего от них ожидать. Та информация, которую вы предоставили, позволяет мне предположить природу этой сущности, и она не настолько страшна, как вам кажется. Вы уверены? Просто ваши маги не привыкли сталкиваться с таким. У нас на островах реальность гораздо тоньше, и подобные твари появляются гораздо чаще, именно поэтому мы лучшие. Не переживайте, мы сделаем все как нужно. Но что касается вашего прыгуна, мне не нравится его роль, он будет приманкой. Другого варианта нет, вы сами знаете, тварь пойдет за ним. Меня волнует неэтическая сторона вопроса, фыркнула девчонка, вновь прикладываясь к трубочке коктейля. А практическая, когда все начнется, может возникнуть неразбериха, мы сражаемся стремительно, яростно, и не всегда можем гарантировать безопасность тех, кто находится рядом. А отмеченный Акумой будет в самом эпицентре, есть высокая вероятность, что он не выживет. Что ж, Разумовский секунду помедлил. Если так тому и быть. Продолжение следует...